доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей у нас середина весны и нужно продолжать работу нужно продолжать посев значит как вы помните прошлой части мы с вами посеяли овес на поле номер 47 и на 48 посадили подсолнух у нас еще осталось необработанными ну частично скажем так обработанными поля 49 50 и 51 планы у джоанны такие на 49 посадить кукурузу вот початка собиратель у нас уже есть так что проблем значит с уборкой не будет плюс ко всему есть сажалка на 50 поле мы посеем с вами соевые бобы а на 51 посеем сорга новая культура которую хотелось бы испробовать и испытать но для начала мы вот эти вот два трактора запустим работать на поле номер 50 почему потому что все таки здесь выросли сорняки как я и предполагал зато смотрите ячмень у нас уже поднялся колос набирает в апреле вот и что мне понравилось еще в новом обновлении смотрите отображается дополнительный урожай вот правом нижнем углу сколько мы соберем значит сверх базового урожая учитывая те мероприятия которые мы производили с этим полем это вот мульчирование значит прошлись чизель культиватором вместо вспашки ну и побрызгали гербицидами если бы сорняки удалили раньше то процент бы был гораздо больше что самое интересное вот смотрите поле без сорняков которые следующие вот 46 на по моему дополнительный урожай всего 80 процентов как это ни странно да но то поле у нас не требует известия это поле требует извести поэтому здесь вот вот это вот тонкая грань между урожайностью довольно интересно сделано вот очень не пока что нравится эта механика так давайте чтобы лишнего не трындеть вот запустим работников вот здесь сорняк появился но появился на самой своей первой стадии он отлично убирается полон ником поэтому сейчас мы соберем здесь камни не знаю полон ник об камни повреждается или нет но лучше проехать камни сборщиком вот а потом уже полон ником и можно это поле в принципе будет засеивать почему потому что так если мы уберем сорняки да она удобрена на два раза можно будет им заниматься конечно же ну а сами можем заняться вот допустим 49 полем там посадим кукурузу почему нет давайте зададим работнику фронт работ вот камни сборщик сорняки к сожалению не убирает вот было бы было бы очень кстати чтобы вот эти сорняки убрал здесь поле ровное работать должен без косяков вот но там посмотрим все пускай проедет несколько проездов вот потом следом за ним запустим работника значит с этим с полон ником почему я вдоль поле его не пустил ну здесь самые видите кусты там он дорога столбы мне кажется работник будет не доезжать до края поля разворачиваться раньше времени это здесь здесь в целом работает нормально вот так же подсказали что добавили вроде как мод на производство извести из вот этих камней потому что продажа этих камней ну дело такое так где 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 вот вот здесь бы еще по алфавиту упорядочили вообще бы замечательно было так известь камни вот они вот 149 цена у них у извести цена 17 ну не знаю сколько из камней извести будет получаться но здесь 17 это наверное за явно не за тонну правильно это за литр а камни цена за тонну ну за закуп так что вопрос интересный вопрос интересный так давайте вот так вот сорнячки отключим я хочу видеть чтобы у нас убирались полностью камни вот мы и так знаем что здесь у нас сорняк на пятидесятом поле все пускай работает так этот пока ожидает кстати взошли взошли подсолнухи гляньте и уже бутоны набирают офигеть вот здесь смотрите по фэншую все сделали написано дополнительный урожай плюс 98 процентов оси си сяй и сорняков нету вот потому что мы побрызгали эти поля сразу же гербицидом так что касается теплиц оказывается поддоны не сломались теплицы не сломались но эти поддоны теперь джоанна даже со своими мускулами не поднимет 400 килограмм 500 литров каждый поддон короче говоря прицеп подборщик в помощь вот тоже 500 литров 400 килограмм вот полеты стали больше по размеру и возможно поэтому прицепы подборщики и сломались хотя мне в прошлой части говорили что вроде как он не сработал потому что там не то не тот тип груза стоял ну посмотрим посмотрим в дальнейшем пускай под наберется хотя бы еще немножечко так вода есть я уже проверял так вот что давайте сделаем заглянем чё у нас тут ух ты за 53 тысячи есть вальтра вот такая вот есть жадка джон дировская но жадка здоровенная вот такую жадку к нашему комбайну может быть и можно прицепить но это будет извращение уже как на мой взгляд вот я видел как другие ютуберы делают что-то подобное и мне это не понравилось поэтому жадку мы оставим в покое а вот на трактор на вальтру стоит посмотреть кстати листал каталог техники и по вальтри друзья у нас всего-навсего два трактора осталось вот из мощных тракторов трактор вот с таким же закругленным носом который мне нравится вот его убрали а вот этот вот стоит 108 500 а на распродаже смотрите 53 700 вот может быть стоит взять это средний трактор средний трактор он чуть помощнее будет наших потому что здесь 190 лошадиных сил выбор колес так а мы двигатель не можем до поменять крепление фронтального погрузчика у нас есть на одном систему gps до поставим цвет цвет обода номер обязательно номер обязательно спереди и сзади так а вот то что двигатель нельзя здесь так мышкой не прокручивается думаю может не все пункты здесь нарисованы нет бренд колеса мишлен зато здесь на выбор колес бешеный ну пусть под по дефолту вот такие вот стоят в общем то в целом трактор наверное неплохой можно взять так системе gps номера поставили цвет обода за 54 200 давайте брать 190 лошадиных сил это все-таки это все-таки что-то так получено достижение steam это лишь машина для выходных наверное нужно было купить какую-то бэушную технику да как у нас тут дела идут с но все путем все путем так ладно давайте сразу может испытаем наш новый трактор не сломан не так сильно как хотелось бы до 8 как то звучит да не так сильно как хотелось бы не так сильно как возможно его сломать и противовесик к нему давайте возьмем так где 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 вот противовесы 600 чего-нибудь около тонны может быть я бы взял вот наверное за тысячу есть до 1 тонна основной цвет давайте хочу вальтри нету что ли не холланд лемкин рейп какой-нибудь какой-нибудь вот такой вот не холландовский давайте что-то сильно яркий по моему о такой наверно пойдет так еще и зацвет 50 крохоборы номер надеюсь не надо на него вешать так и он он там стоит слушать им по моему с цветом даже угадали не сейчас посмотрим и заодно заберем этот разбрасыватель извести да нет светом чуть-чуть промахнулись все-таки наверно не холландовский цвет нужно было брать ну да ладно все-таки у нас имеется он сразу под заправить его так отдела у нас по карте есть точки заправки извести а это я понял что это мусородробилка вот дистанция погрузки извести а еще поближе может быть лесопилка чё одна что ли на всю карту ха но да ну здесь недалеко в принципе можно и съездить заправиться потом вернуться вот так давайте нам так и сделаем это насколько я знаю будет дешевле чем покупать вот эти мешки в магазинах нас не снес дядечка старый новый трактор это здесь это самая станция погрузки извести должна быть вон она в отличие от 19 фермы здесь он шнек сделали даже ну деньги так не кисло да слетают сейчас посмотрим сколько нам обойдется полная заправка и от 19 ферме а нет полторы тысячи на 9 кубов в принципе терпимо в принципе довольно таки терпимо трактор тащит кстати подсказали еще почему тот джон дир так тяжело тащил эту катки здесь оказывается есть возможность вручную переключать передачи трактора вот я посмотрел у меня в настройках на цифровой клавиатуре плюс минус идет вот допустим давайте остановимся первая скорость сейчас сразу нажму плюс он тык на вторую со второй тронусь вот сейчас нажму минус вот сейчас нажму минус он на первую переключился то есть как то так ну или на русскую б как мне говорили в комментариях да тоже можно но вот этот плюс минус на цифровой клавиатуре он прям рядом с мышкой удобно большим пальцем руки прям дотягиваться вот говорили еще на боковую кнопку мыши можно назначить ну у меня в 19 ферме на боковую кнопку был назначен маус драйвинг то есть руление мышкой и я оставлю эту кнопку наверное для этого мода не знаю сконвертирует его или нет но очень хотелось бы чтобы мод этот сделали тогда от первого лица будет ездить гораздо гораздо приятнее я вот боюсь что не доживем до животноводческих комплексов вот уже считайте сколько израсходов больше больше 60 тысяч но все про все давайте наверное прицеп с известью оставим где то здесь так а сами прицепим сажалку давайте попробуем за семенами за этими палетами съездить и все это дело забрать кстати что у нас здесь с курочками сто лет сюда не заглядывал форма 6 литров осталось ух ты елы палы сейчас привезем палеты нужно срочно корма курочкам насыпать хоть они яиц нифига не дают но он уже сколько камней собрал пока на дробилку не вожу вот я надеюсь автопогрузка сработает вот может быть этот мод вот надо подождать пока он обновится но так что у меня там стоит Disable After Load выключить выключить походу кнопка R вообще не работает так Liquid Tank стоит европалет вот это нет сейчас посмотрим так сторона загрузки правая он может и гербицид зацепить что то не срабатывает может это не европалет может это не европалета скорее всего это не европалета биг баг палета может быть да это биг баг палета оказывается все работает все друзья работает Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может быть он такие не грузит? Или это как раз есть ликвид танк? Но я уже не могу переключить, потому что... Скорее всего у меня уже загружены вот эти вот... И он только такие будет грузить Да, эту загрузил, а ту... Все, до свидули Промазал... Вот она, клавиша L Да, то, наверное, ликвид танк нужно ставить, тогда он ее зацепит Тоже тонкости вот эти, нужно разбираться в них Трафик здесь отмороженный Нужно держать с ним ухо востро Так, где мы их разгрузим? Давайте пока здесь рядом с детской площадкой и разгрузим, наверное Так, отсоединить ремни Направо разгрузить О, пойдет Пойдет На мана Так, что у нас тут? Что у нас тут по... По составу почвы? Ну, камни убирает вроде 28% Все Погнали Заправимся сразу Удобрения пока не будем А вот с семенами Заправиться нужно Какой звук у него басистый У этого Тракторочка У этой вальтеры Так, открылась крышка Но я надеюсь Не удобрение будет загружать Нет, загрузил семена Все в порядке Хорошо Так, и пока не забыл Нужно Взять прицеп И курицам насыпать корм Иначе По здоровью Наверное Они просядут Мне так кажется Почему-то Продолжение следует... Так, пшеница Сторона разгрузки влево, сторона разгрузки вправо То есть вот здесь вот тент, но он все равно может, да, вправо получается выгружать Так Оп, все, кормушки заполнены Блин, вот эти звуки оборудования, прицепа, трактора хорошо сделали Так, ну и погнали съесть, сажать точнее кукурузу Так, а это поле у нас удобрено один раз, понятно Ну, то есть после посадки кукурузы мы с вами Туда, сюда Мы с вами его удобрим, затем зальем гербицидами И потом Укатаем Какие из-контакт? Стоп! Кукуруза Чуток сами опробуем новый трактор, потом дадим работнику поработать Вот то, что он бэушный, конечно, он будет, наверное, быстрее ломаться Ну, довольно-таки маневренный, я скажу вам Кукуруза Кукуруза Здесь можно было бы, наверное, даже заскриншотиться. Так, ну что, пока полет нормальный. Так, ну-ка, что у нас здесь нужно прикатать, значит, значит, все в порядке. Сразу. А, он же сразу удобряет на второй раз эта сейлка. Ну, так это ж вообще прекрасно. Это вообще прекрасно, чисто гербицидом обдудонить это все и... よし, сейлай! Продолжение следует... Кстати, надо будет цены посмотреть на ту же клубнику. Все, наверное, можно работнику это все дело доверить. Пускай катается. О, какой модный парниша у нас. Погнал сажать кукурузу. Так, а мы с вами вот что сделаем сейчас. Чутка проедемся. С полвольничком. Вместе с Жуанной. Прекрасно. Я так думаю, вот сейчас мы сорняки уберем. Может быть, можно даже и не брызгать будет гербицидами. Вот кто подскажет. Теоретически, мне кажется, да. Что в этом сезоне уже не должны сорняки вылезти на этом поле. Ну, по крайней мере, до уборки урожая. Вот здесь и ничего не посеяно пока. Так, отлично. Вот и полвольник пригодился. А то в начале летсплея прям как-то расстроился я. По этому поводу. Так, но он быстрее того товарища. Работает. Ширина побольше. Поэтому мы, наверное... Сейчас оставим его в покое. Отцепим катки от того трактора. И пускай сорга, наверное, съедет. А, там тоже же камень не убран. Ну, блин. Так, ладно. Когда будет работник догонять другого работника, мы... Багратион. Вот, мы, значит, будем его приостанавливать. Здесь дела идут, но идут пока медленно. Камень медленно набирается и... Так, да, сорняк уходит. Можно, в принципе, сеять. Так, что тут не мешался. Давайте этот трактор тоже озадачим. А то купить купили новый, а старый простаивает. Непорядок. Так, овес. Мы ставим с вами соевые бобы. Давайте наполним сейлку. Так, а эта сейлка у нас не удобряет. А, ну там поле на два раза удобнее. Так, что... Без проблем вообще. Так. И вот так. Пускай, наверное, развернется. Не будем мешать ему. Кстати, вот эта Вальтра повеселее должна катки потянуть. Так. Соевые бобы. Ну и все. Вперед. Мой удивленный друг. Смотрите, глаза какие. Как будто он первый раз за трактор сел. Так и читается в его глазах. Не обороти меня обратно. Отсюда нормально. Оптический обман? Не знаю, не знаю. Так, блин. Все работают. Чем заняться? Чем заняться? Давайте посмотрим цены на клубнику, что ли. Так, а цены на клубнику не фонтан, да? Февраль, да. Март, апрель. Все это дело у нас падает. 777. Самая высокая цена у Джонсонов опять-таки. С помидорками. С салатиком дела получше, кстати. Но салат у нас даже одной палеты нет. Давайте, наверное, теплицы пока оставим в покое. Что там по воде? Единственное, посмотрим и все. Воды 9 кубов еще. Палеты пока не появляются. Тоже 9 кубов. Тоже 9 кубов. В общем, все не так уж и плохо. По факту. Кстати, можно посмотреть, сколько к урожайности канолы нам. Ну, тоже плюс 83%. Вот, если бы то поле в извести не нуждалось. Сейчас-то уже известь, наверное, поздно рассыпать. Вот, то там бы было не 80 или 81, сколько. Там бы было, наверное, процентов 90. Мне так кажется. А может и 92. Вот так вот. Ну. В общем, как-то так. Он уже догоняет. Уже он его догоняет. Надо будет сейчас вот этого Багратиона временно отпустить. Иначе они мешать друг другу будут. Там как раз пока сейлка догонит. В общем, Джоанна теперь руководить будет. Будет пока что руководить. Ну, а с вами, наверное, увидимся мы в следующей части. С этим полем закончим. И, наверное, не на запись уже. Значит, пустим. Вон тот трактор зелененький. На поле номер 51. Пусть он камушки там поубирает. Потому что вот именно сбор камней тормозит у нас всю работу. В общем-то. Вот катки тягать пока некому. Если бы был еще один трактор, я бы катки потягал. Сейчас трактора на скидке больше нету. А если мы купим в магазине, то много денег растратим. И не хватит у нас на загоны с животными. Как-то так. Поэтому, друзья, увидимся в следующей части. Всем удачи и всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok